Где в Библии говорится, что восхищение будет до великой скорби? В Евангелии от Луки 21 главе говорится Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Если мы будем молиться и бодрствовать, то мы сможем избежать этих бедствий и предстать пред Господом на небесах. Здесь не сказано, что мы можем с Божьей помощью пройти через эти бедствия. Здесь однозначно говорится о том, что мы можем быть восхищены на небесах до великой скорби. Если бы Господь желал провести нас через великую скорбь, тогда Он призывал бы нас не бодрствовать, чтобы избежать ее, а готовиться, чтобы умереть мученической смертью. А это не одно и то же. Но Он говорит, чтобы мы бодрствовали, чтобы избежать этих бедствий, значит восхищение будет до скорби. Но из слов Христа видно, что мы можем и остаться на великую скорбь. И Он приводит три причины. Отягчать свои сердца объедением, пьянством и заботами житейскими. Во-первых, объедение. Римляне, занимавшие высокое положение в обществе, любили широко отмечать праздники и устраивали пиршество. Во время этого все приглашенные ели буквально до упаду. А если еда не помещалась, то люди вызывали у себя рвоту. И после этого трапезничали в новый закон. Таким образом, гулять, веселиться можно было буквально неделями. Сегодня так уже не делают, но люди научились развлекаться по-другому. И поэтому под словом объедение мы можем понимать такой праздный или в целом веселый образ жизни, который состоит из постоянных развлечений, из постоянного отдыха. Многие христиане на Западе могут позволить себе так жить. Их жизнь наполнена развлечениями. Это когда мы возвращаемся из отпуска, из Египта, через Грецию, чтобы потом уже через Таиланд вернуться домой, во Флориду. Такой вот веселый образ жизни. Во-вторых, пьянство. Речь здесь идет о греховном образе жизни. И в-третьих, заботы житейские. Речь идет о суетном образе жизни, когда мы находимся в постоянной погоне за деньгами. Заметьте, что праздный или веселый образ жизни стоит наравне с греховным и суетным образом жизни. Почему? Все три имеют нечто общее. Отсутствует посвящение в служении Богу. Люди, жизнь которых наполнена весельем и развлечениями, не участвуют в служении Богу, не приходят на молитвенные служения. Погоня за удовольствиями, а также погоня за деньгами, стоят в один ряд с пьянством. Почему? Потому что эффект от них такой же. Из-за постоянных хобби, постоянных развлечений, из-за постоянной погони за деньгами мы не способны служить Богу. Такие люди сами себя делают недостойными быть восхищенными на небеса до великой скорби. К тому же Христос призывал нас бодрствовать, то есть не засыпать духовно. Но согласитесь, что пребывать в духовной спячке во время гонений – это просто невозможно. Всегда во времена гонений христиане бодрствовали. Их не надо к этому призывать. Всегда во времена гонений христиане вели чистый образ жизни, пребывали в постах и молитвах. Тем более во времена правления Антихриста верующие, чувствуя его дыхание себя в спину, будут бодрствовать и молиться. Так что призыв бодрствовать более логичен сейчас, когда мы живем в спокойные времена. А раз так, значит и восхищение произойдет до великой скорби, в эти спокойные времена, когда говорят «мир и безопасность». Но это восхищение разделит одних верующих от других. Тех, кто бодрствовал, а тех, кто не бодрствовал. И вот еще одно местописание, которое говорит о восхищении до скорби. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого». Восхищение произойдет в самый обычный день, когда люди будут работать и заниматься своими делами. Как здесь сказано, «и не думали, пока не пришел потоп». Они не будут думать о возвращении Господа. Понятно, что никто не может знать точной даты, но Христос не только это имел в виду. Он сказал, что это в целом будет время, когда люди не будут думать о возвращении Господа. Есть только один период времени, когда люди не думают о возвращении Господа и считают, что Господь придет не скоро. Это время сейчас. Двое будут на постели, Один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе, Один возьмется, а другой оставится. Если бы сегодня на мировой арене появился диктатор, который объединил бы все страны и вел бы единую валюту, мы бы тут же начали думать о скором возвращении Господа. Если сначала будет заключен мирный договор на 7 лет на Ближнем Востоке, если начнутся мировые гонения, войны, катаклизмы, если упадет метеорит, люди начнут думать. Но Он сказал, что придет за нами, когда никто об этом не думает. А значит, это произойдет в самый обычный день. Кстати, в Евангелии от Луки, в 17 главе, еще сказано, что это будет самый обычный день, когда люди будут покупать и продавать. А мы знаем, что во время правления Антихриста не все смогут покупать и продавать. Но только те, кто имеют начертание зверя. Это тоже намек на то, что восхищение произойдет до того, как проявит себя Антихрист. А нам не печать твоя, любимый. А нам не печать твоя, родной. Друзья, не поменяйте эту встречу с Господом на облаках ни на что на свете. Не гоняйтесь за всеми удовольствиями и приключениями, но лучше служите Господу. Не гоняйтесь за деньгами, они вам не помогут, если вы останетесь на земле. И оставьте греховные пути, кайтесь, ищите помощи у духовных наставников. Сделайте все возможное, чтобы не быть оставленным. В день восхищения миллионы оставленных христиан будут ругать себя и винить, что ступили, что идиоты, что несерьезно отнеслись к предупреждениям. Вам не нужно быть среди них. Будьте мудрыми сейчас. Поправьте свои светильники, исправьте свои пути, начинайте вести молитвенную жизнь, встречайтесь с другими верующими, горите для Господа. И не думайте, что у вас еще много времени. Еще должны быть какие-то предупреждающие знаки. Восхищение произойдет в самый обычный день, как сегодня. Я не думаю, что восхищение произойдет сегодня, но я знаю, что в день восхищения я буду думать точно так же. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok